103 миллиона рублей. Такие долги по зарплате накопили предприятия Чуваши. О том, как их ликвидировать, сегодня говорили в Доме правительства. Есть задержки? Отвечай. На ковре строители, перевозчики, сотрудники оптовой торговли. Именно организации этих отраслей сегодня терпят крах из-за долгов по зарплате. По состоянию на 20 сентября 2019 года реестр организаций, имеющих задолженность по заработной плате, включая организации, в отношении которых осуществляются процедуры банкротства, задолженность по заработной плате в 27 организациях Чувашской республики составила 103,39 миллиона рублей перед 2154 работниками. За 8 месяцев 2019 года в Государственную инспекцию труда в Чувашской республике поступило 632 обращения граждан по вопросам задолженности по заработной плате, что составляет более 42% от общего количества поступивших обращений. Ситуация, что и говорить, непростая. Погашается задолженность на одном предприятии, появляется на другом. Стремление и работодателей, и всех тех, кто администруирует все эти вопросы, и меры прокурорского реагирования дают соответствующий эффект, результат. Я могу просто сказать, по сравнению с первым июня текущего года, задолженность сократилась на 38,7%. С одной стороны, это такой хороший результат. Работники, те, которые месяцами, годами зарплату не получали, смогли получить. Есть стремление у каждого из нас. Но в то же время, долги все равно есть, работники возмущаются. На сегодня самый большой долг по зарплате перед работниками имеет Чуваш Автотранс. Около 700 его сотрудников недополучили более 40 миллионов рублей. Мы предпринимаем все возможные меры для их погашения, в том числе продаем имущество, сдаем имущество в аренду. У нас ежемесячное преступление от аренды составляет более 350 тысяч рублей в месяц. Этого, конечно, недостаточно. Но, тем не менее, мы по этому вопросу работаем. На настоящий момент у нас реализовано имущество только на 17 миллионов рублей. Все остальное имущество, как я уже говорила, оно выставлено на торги. И мы ждем, как бы до конца года все-таки какие-то поступления, возможно, будут. Конкурсные производства когда введены у нас? Процедура наблюдения? В 2017 году. За этот период активы, о чем вы говорите, около 800 миллионов рублей, даже там больше, меньше, почти непродалимы. И закон, норма законодательства, по закону и по совести надо всегда поступать. И сегодня работать на результат. Но, увы, к сожалению, мы этого не видим. Хотя активов там достаточно от продажи, даже если с учетом заниженные цены будут продаваться, хватает покрыть и зарплату, и налоги, и все другие отчисления. На заседании обсудили и проблемы неформальной занятости, под пристальным вниманием организации общественного питания и малое предпринимательство, в частности, торговля и сдача жилья в аренду. В этих сферах чаще всего трудятся без договоров. С начала года в Чувашии и Стени на свет вывели более 9 тысяч человек. Работа в этом направлении должна продолжиться. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридонов, Республика.